корейский салат из шпината нам потребуется с вами свежий шпинат 1 большой пучок среднем около 700 грамм с учетом того что вы обрежете с него части оставшихся корешков шпинат нужно хорошо промыть один или два раза в холодной воде и обрезать кончики ножек и затем сложить их все аккуратно вот таким вот образом чтобы ножки были с одной стороны а листья с другой вскипятим большое количество воды так чтобы в него помещалась объем шпината но лучше порционный его отварить посолите воду где-то в объеме 1 2 столовых ложек и сначала мы опускаем в воду ножки листьев шпината и держим так в воде в горячей кипящей воде 20 секунд вода должна все время кипеть то есть мы на сильном огне держим эту воду затем опускаем листья целиком и варим еще в течение 15 секунд объясню ножки они толще чем сами листья поэтому им нужно немного больше времени чтобы провариться затем мы после того как прошло 15 еще 15 секунд собираем шпинат и должны будем его остудить в холодной воде поэтому заранее подготовьте еще достаточно большое количество холодной воды значит еще раз повторим шпинат варится так сначала мы опускаем ножки листьев на 20 секунд затем целиком еще на 15 секунд опускаем уже листья целиком извлекаем из горящей воды и остужаем в холодной воде после этого нам нужно будет уже остывшие листья шпината хорошенько отжать для этого мы собираем их порционно в комочке и отжимаем воду из шпината комочки лучше собирайте достаточно объемные чтобы листья сами на себя давили давим мы уверенно но в то же время аккуратно чтобы не поломать сами листья вы увидите что выйдет достаточно большое количество жидкости для чего вообще шпинат отваривается людям особенно у кого есть почечные заболевания противопоказан один из компонентов находящихся одно из химических веществ находящихся шпинат поэтому его вообще лучше отваривать и таким образом уже не будут образовываться камни в почках для этого мы и варим шпинат после этого после того как мы отжали все листья шпината если у нас есть время то мы их лучше всего их развернуть для того чтобы все ингредиенты для того чтобы все ингредиенты меня все специи которые мы будем добавлять хорошо ими листья пропитались и для того чтобы это выглядело более аккуратно и красиво и начинаем добавлять специи сахар в объеме двух столовых ложек мы добавляем и обжаренные кунжутные семена в объеме 1 с половиной столовой ложки затем нам потребуется молотый чеснок 2 столовые ложки это где-то около 1 головки чеснока затем кунжутное масло кунжутное масло это главный ингредиент этого блюда его добавляем 4 столовые ложки если есть желание то можно добавить еще немного побольше и соевый соус мы добавляем в объеме двух столовых ложек с половиной но если вам достаточно соленым можно соль добавить или еще на соевый соус вообще а специи это дело вкуса все перемешайте хорошо попробуйте и чего собственно говоря по вашему вкусу не будет доставать то и еще соответственно добавьте перемешиваем все хорошо от этого зависит насколько пропитается салат насколько в нем отразится весь спектр специй не то насколько будет ароматным благодаря кунжутному маслу затем мы можем либо сразу подать к столу либо сложить стеклянный или пластиковый контейнер и хранить где-то около трех-четырех дней срок годности продукта определяется его кислостью как почувствовать что начинает кислеть значит лучше сразу потребить и перед подачей мы посыпаем блюдо кунжутными семенами также если вы достали его из холодильника они сразу подали после приготовления то можно и еще чуть-чуть добавить кунжутного масла сразу перед подачей если вы правильно отварили шпинат то он будет хорошо и легко жеваться шпинат очень полезен а это блюдо очень ароматное и вкусное надеюсь вам понравился этот рецепт оставляйте пожалуйста комментарий оба вашем опыте приготовление блюд корейской кухни ставьте нам лайк и подписывайтесь приятного аппетита а а а и Субтитры подогнал «Симон»